Участники автопробега Красноярск-Крым, организованного нашим каналом, уже три дня в пути, не завтра отправятся в сторону Волгограда. Но сегодня экипажи провели целый день в Омске. Программа была весьма насыщенной. Путешественники познакомились с достопримечательностями города, а затем отправились в крупнейший медиахолдинг МКР-Медиа, где на местной радиостанции «Сибирь» рассказали о своем проекте. И сейчас с нами на прямой связи из Омска мой коллега Андрей Дунаев. Андрей, приветствую. Расскажи подробнее о сегодняшнем дне. Да, действительно, весь день сегодня участники автопробега Красноярск-Крым провели в Омске. Это был день богатейший на события. Начисалось с того, что мы посетили Парк Победы, знаменитый мемориал, крупнейший за Уралом, после чего отправились в пешеходную прогулку по городу Омску. Омск исторический, так называлась эта экскурсия. Вслед за этим мы сразу же отправились на крупнейший медиахолдинг МКР-Медиа, где у нас был получасовой эфир на радио, и участники нашего автопробега поделились эмоциями, теми впечатлениями, которые уже были со всеми жителями Омска и ближайших городов. Ну, а вслед за этим мы отправились на режимный объект, радиозавод имени Попова, где тоже была очень увлекательная экскурсия. Ну, что я все рассказываю, если у меня есть рядом со мной участник по имени Антон. Антон, буквально кратко, самое интересное из того, что было, понимаю, вопрос одновременно и сложный, и простой, потому что много событий, но тем не менее придется выбрать все самое интересное. Экскурсия на завод была очень интересной. Мы буквально совершили прыжок из прошлого в будущее, посмотрели советский дух, советской эпохи, производство секретных технологий и то, чем сегодня завод занимается. Ну, и еще была возможность заглянуть в будущее в этом музее. Правда, это на самом деле впечатляет? Очень впечатляет. Все современно, все интерактивно, все на уровне японцев. Ну, в общем, да, у нас много чего интересного показать вам, дорогие друзья. Но уже завтра мы покидаем гостеприимный Омск для того, чтобы отправиться в Курган. У меня на этом на сегодня все. Ждите следующих включений, у вас будет о чем подумать и на что посмотреть. Большое спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok